Ну а сейчас мы в кадре покажем, как резать наждачную бумагу, как наносить клей на основу ремера и как правильно приклеивать эту ленту на стержень. Для этого я не буду оклеивать целиком весь стержень, я просто отрежу небольшой кусочек бумаги и на примере небольшого участка покажу вам, как это делается. Что мы делаем первым этапом? Значит, время сушки клея, которым мы пользуемся, составляет в среднем 15 минут при комнатной температуре. Поэтому первым делом, прежде чем отрезать полоску наждачной бумаги, я сейчас смажу клеем участок оправки и отложу ее в сторону. Для этого нам понадобятся салфетки для того, чтобы вытирать руки, либо попавшие не туда, куда надо, капли клея. Значит, клей момент-кристалл, либо любой другой момент, в общем-то все они работают одинаково, обязательно зубочистки. Зубочистки для нанесения клея на поверхность стержня, чтобы не делать это пальцем, потому что пальцы потом от момента очищаются очень плохо. Делаем небольшое отступление с края будущего инструмента. Для чего? Для того, чтобы не покрытый абразивом кончик спокойно зашел во внутреннее отверстие материала. И потом уже, работая как лидер, то есть как направляющая, позволял нам не уйти от центра заготовки и спокойно растачивать, не беспокоясь о том, что мы, значит, отверстие сделаем эксцентричным относительно поверхности заготовки. То есть, запомните, оставляем лидерный вот такой хвостик. Наносим, затем исполняем зубочисткой вот такие вот движения, покручивая заготовку, размазываю клей по поверхности. Значит, почему именно момент? Когда износится абразив, а произойдет это довольно скоро, если вы будете заниматься ротбилдингом интенсивно, абразив, по сути, является режущим инструментом, и зерна просто затупляются. И после того, как зерна затупились, наждачную бумагу на оправке необходимо менять. Так вот, клей-момент позволяет спокойно снять наждачную бумагу с основы, со стержня, и точно таким же способом нанести новую. Ну вот, я нанес некоторое количество клея на поверхность будущего риммера и откладываю его в сторону. Как положено по инструкции, 15 минут из него испарился бы растворитель, и к тому времени мы подготовим для нанесения на него наждачную бумагу. Немножко поговорим о том, какую наждачную бумагу, какого формата лучше покупать. Бывает наждачная бумага в рулонах. Вот у меня немецкая бумага, она длинная, здесь я отрезал буквально метр, наверное, чтобы показать вам в кадре. Это и есть наждачная бумага, нарезанная в формат, ну, практически А4, наверное. На что обращать внимание при покупке? Прежде всего, на остроту зерна, то есть обязательно проведите рукой по бумаге. Если чувствуете, что кожа цепляется хорошо, это значит, что зерно острое, и бумага будет работать отлично. Для того, чтобы показать, что необязательно покупать длинную бумагу, вырезать из нее тонкую ленту и делать непременно неразрывную спираль, я покажу вам, как делается ремер из обыкновенного вот такого вот листа формата А4, тем более, что вот крупность здесь подходящая, здесь вообще 40 грит. Замечательно будет растачиваться все. Сейчас я вам это покажу. Переворачиваем лист бумаги вниз абразивом и расчерчиваем его на полоски шириной примерно 10-15 мм. Я делаю примерно, ну, скажем, здесь в районе 12 мм. Полоски на глазок режем одинаковые. Я думаю, больше двух мне не понадобится для этого вот участка. Берем в руки обычные ножницы и отрезаем полоски по разметке. Несмотря на то, что абразив крупный, ножницы режут его достаточно легко. Ну вот, я отрезал две полоски. Не буду убирать бумагу, чтобы не пачкать стол. Все буду делать на ней. Клей-момент на этой вот пропитке, я не знаю, что это, вощеная она или еще что-то, но момент на ней не держится. Для того, чтобы он нормально зацепился за поверхность вот этой вот тряпочной подложки, вот, ее необходимо зашкурить, вот. Ну и по-хорошему, значит, можно даже протереть либо спиртиком, либо ацетоном. Делается тоже крупным абразивом, вот у меня 80 грит в руках. Делается просто. Таким вот образом. Клей наносим на всю поверхность отрезанной полосы относительно ровным слоем. Главное, чтобы больших пропусков не было. Особое внимание обращаем, вот, как я говорил, на концы. Концы промазать с особой тщательностью. Ну вот, я нанес клей. Сейчас отложу вторую полоску в сторону. Уберу оставшийся лист наждачной бумаги. Тем временем, клеевой слой на основе, на нашем стержне подсох. На бумаге наждачной тоже подсох. Начинаем позиционировать ленту относительно стержня. Здесь какие тонкости есть. Нужно, чтобы витки спирали легли не плотно друг к другу, а с небольшим расстоянием. Порядка, ну, двух, полутора-двух миллиметров между витками. Для чего это нужно? Когда мы работаем инструментом внутри растачиваемого отверстия, продукты обработки заполняют вот эти вот канавки и позволяют реже вытаскивать инструмент для того, чтобы вытряхивать. Если инструмент полностью будет, лента приклеена прямо виток к витку плотно, придется инструмент вытаскивать очень часто, чтобы продукты из носа высыпались оттуда. Иначе будет тяжело работать инструмент, тяжело будет крутиться. Кончик мы подклеиваем вот так вот, раз, немножечко, да? И сделав оборот, смотрим, много, значит, меняем угол наклона. Как раз получилось примерно 2,5, ну, ближе к 3 миллиметрам. Меня это устраивает, потому что риммер крупный. Чем крупнее риммер, тем можно делать шире шаг между витками. Чем мельче, тем лучше шаг делать меньше. Продолжаем намотку вот этой ленты, немножко контролируя зазор. Матерчатая основа, на которую нанесен абразив, она немного эластичная, поэтому при намотке спирали мы можем выдержать и зазор, и приклеить по всей плоскости. Формируем вот такую вот спираль. Берем вторую и, состыковав плотно с первой лентой, продолжаем формировать спираль. Смею вас заверить, никаких негативных последствий того, что мы наносим вот так вот абразив на риммер, и не вызовет. Вот сколько я работаю подобными инструментами, никогда вот в этом месте ничего не задиралось, потому что сделано все встык, не внахлёст, края хорошо проклеены, держится прекрасно. Никаких проблем не будет. Откладываем на 15 минут, после этого прижимаем плотно, получаем уже готовый инструмент. В данном случае, чтобы полностью заполнить всю поверхность конусной оправки, мне понадобилось бы, наверное, еще вот одну, ну максимум полторы вот таких спиральки намотать, получили бы вот такой вот большой длинный риммер. У кого нет возможности на токарном станке выточить вот что-то похожее, чтобы оформить камелёк вот этого риммера, то можно выстругать из твёрдого дерева вставку сюда и вклеить на эпоксидную смолу. Для чего это вообще нужно, иметь вот такую жёсткую камелевую часть? Помимо того, что держать риммер руками вот таким образом не очень удобно, можно в крупной дрели схватиться патроном вот за это место, чтобы не продавило бланки, он должен быть монолитным. Значит, у кого-то есть небольшие токарные станочки, можно поставить в токарный станочек, зажать в патрон вот это вот. Вращение примерно 150-200 оборотов в минуту как раз будут оптимальны вот где-то для расточки отверстий. То есть процесс можно немножко механизировать. Ну и в конце концов, самый простой и самый такой доступный инструмент для того, чтобы уверенно держать риммер в руках. Есть такой инструмент, как метчикодержатель. Если взять крупный держатель для метчиков и зажать его на комле, то получите то же самое, только у вас будут идти в сторону две рукоятки, и посередина будет зажато. Работать будет удобно. Вот эти торчащие в стороны тяжелые железные стержни, которые затягивают метчикодержатель, будут создавать достаточно момент инерции. Сами поймете, как легко будет работать этим инструментом. Тем временем клей на концах лент подсох, и мы можем теперь уже окончательно заделать концы. Плотно прижимая, приклеиваем концы. Ну вот, в общем, инструмент готов к работе. Немножечко ему полежать, для того, чтобы клей окончательно испарился и полимеризовался. Таким инструментом можно будет работать. Резюмируя все сказанное, подводим итог. Длина риммера, конечно, остается на ваше усмотрение, но делать длиннее примерно 50 см я бы не рекомендовал. Обязательно армировать риммер внутри на всю длину, если основа слабая. Обязательно армировать комель риммера, для того, чтобы можно было ухватиться каким-либо инструментом. Обязательно оставлять порядка 50 мм на заход внутрь материала, чтобы работала как лидер. Ленту наносить не обязательно единой лентой, можно резать на куски, плотно стыковать. Тут главное качественно приклеить. Не забывать обрабатывать наждачную бумагу иностранного производства шкуркой и обезжиривать перед нанесением клея, иначе клей просто отвалится. На этом всё. В следующей передаче мы рассмотрим с вами приспособление для предварительного расширения внутренних отверстий в материалах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова